Этот самый обычный блок стал оружием. Как может быть печка оружием, если она не наносит урон? Майни вновь с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на видео, которое называется «Как печки стали оружием на 2B2T». Да, это снова Майнкрафт, сервер 2B2T, видос от Сайфера, и думаю, будет, блин, чертовски интересно. Погнали. Как печки вообще могут быть оружием? Они же наносят урон. Печка. Один из самых узнаваемых и, наверное, самых полезных блоков в Майнкрафте стала орудием войны на самом старом анархосервере Майнкрафта 2B2T. Да, вы не ослышались. Этот самый обычный блок стал оружием. Как может быть печка оружием, если она не наносит урон? Хотя, о чем это я? Вы, скорее всего, уже ничему не удивляетесь, не так ли? Не, я удивлен. Я еще пока удивлен. Как то, на чем игроки обычно готовят еду и плавят руду, стало настоящим оружием массового поражения? Это вопрос. Ну, это же 2B2T. Сервер, где все возможности Майнкрафта используются по полной. И, возможно, даже немного больше. Так что, использование самых обычных вещей не самым обычным способом не должно стать сюрпризом для вас. Объяснение того, по какому принципу это все работает, просто удивительно. И в сегодняшнем видео мы разберем, как именно печки были использованы в качестве оружия, почему это произошло, и даже посмотрим на них в действии. Сегодняшнее видео обещает быть по-настоящему безумным. Так что, надеюсь, вы готовы. Давайте начнем. Познаем, черпаем информацию, как можно убивать с помощью печек в Майнкрафте. Может понадобится. Сперва, давайте я вам объясню, каким именно образом печки были использованы в качестве оружия. Самый важный вопрос, на самом деле. Поскольку карта 2B2T существует уже почти целых 10 лет. 10 лет безумия и тотального хаоса. То серверу нужно некоторое количество плагинов, чтобы он просто мог продолжать свою работу. Один из таких плагинов, плагин запрещенных или нелегальных предметов. Он нужен для того, чтобы не дать возможность игрокам владеть теми предметами, которыми они... Максимальные уровни, вы глянь, там, миллиарды уровней. ...владеть не должны. Прекрасно. Например, супероружие, также известное как оружие 32К, по уровню своего зачарования. Или такие предметы, которые вообще не могут быть доступны игроку Майнкрафта в режиме выживания. Например, Бедрок. Ну-ка, а-ка у меня Бедроком стролит всякие штуки. Плагин запрещенных предметов начинает по очереди проверять каждый из блоков, в котором могут храниться другие предметы. Назовем такие блоки условно хранилищем. Так вот, если плагин обнаруживает в хранилище нелегальный предмет, то он просто удаляет его. Или же возвращает его свойства в норму. Но сам процесс проверки каждого блока хранилища требует довольно много ресурсов. И если в одном чанке будет слишком много блоков хранилищ, то просто-напросто случится перегрузка из-за большого количества данных. А сам игрок, находящийся в этом чанке, будет немедленно кикнуть с сервера. Если попытаться зайти обратно, вас тут же кикнут с сервера. Реставили кучу печек друг на друга, и типа программа пыталась понять, что там. Тактика известна как Чанг Бан. И в прошлом она уже была использована при помощи сундуков на 2B2T. Но относительно недавно было обнаружено то, что при помощи обычной печки можно проделать тот же самый трюк. Причем еще даже более эффективно, чем раньше. Хоть это и не указано вики по Майнкрафту, Технически печка тоже может являться хранилищем. Ведь вы можете положить абсолютно любой предмет в ее верхнюю ячейку. Получается, что печка имеет один слот для хранения и может быть расположена рядом с другими печками. Это дает нам возможность разместить тысячи печек в одном единственном чанке. Да это уже надо додуматься было. Просто чуваков реально изживают из сервера. Если вы подгрузите такой чанг со всеми этими печками, то сразу же получите чанг бан. И по сути единственный возможный. И в то же время самый простой способ выбраться из такой западни дождаться пока админ сервера Хаус Мастер удалит все печки из чанга. Так как же, собственно, эта тактика была использована на сервере? Недавно группа игроков начала строительство ловушки из печек на руинах одной из самых известных баз на 2B2T, Зиге Тауне. Это то место, где находятся самые знаменитые на сервере нелегальные постройки из Бэдрока, такие как Бэдрок Комета и Бэдрок Бункер. Сейчас на ваших экранах, собственно, запись процесса строительства ловушки. Как вы можете видеть, здесь просто тысячи печек. Они преподнесли это как ивент в Зиге Тауне. Были обещаны такие вещи, как раздача предметов для новоприбывших на серверах игроков, временная ферма деревьев и других культур, рассказ истории... Вот хитрые чертяки-то, блин. ...историй и торговля книгами. Но, когда вы имеете дело с 2B2T, то не стоит никому доверять. Все это было сделано лишь для того, чтобы привлечь внимание новичков и неопытных игроков и заманить их в ловушку. Они поставили портал в Незере, и любой игрок, заходивший в него, телепортировался прямо к тому месту, где его уже ждали тысячи печек. Каждый, кто прошел через портал, был немедленно забанен. Конечно же, Хаусмастер поспешил удалить все эти печи. Но поскольку их очень просто создать вновь, ловушку быстро отстроили заново, а игроки продолжили в нее попадать. Так давайте же лично посмотрим... Возможно ли как-то интересно, плагинами запретить ставить много печек друг возле друга? Интересно, реально. Это Чанг Бан. Я на мой альтернативе сейчас, но проблема в том, что даже если у меня много тотем, у меня только один армор. Если я встал в действительную борту сегодня, я не смогу больше всего 1-2 минуты. Но это все хорошо. Я просто хочу увидеть, чтобы увидеть этот фурнесс-стак для себя. Я хочу увидеть, если это действительно Чанг Бан. Это было быстро. Да, это было быстро. Блин, мы об одном плывали, это слишком было. Он даже не успел убить печи. Нет, получилось с меня зайти. О, вау! О, мой Бог! Жесть! Сколько их тут жесть! Вот этим людям заняться нечем. Таким образом, мы должны быть готовы для комбата. И, как я сказал, аааа, просто отходи! Я не буду дать много времени, потому что у меня только один армор. Но, в принципе, я могу попробовать. То есть, кому интересно выгнал видео в описании. Жестяк, конечно. Вот это интересный способ. Итак, давайте делать выводы. Судя по тому, что мы сейчас увидели, Чанг Бан полностью реален. Печки действительно были использованы как оружие на самом старом анархо-сервере Майнкрафта. И у меня есть для вас один совет. Если вы играете на 2B2T, то держитесь как можно дальше от Зиги Тауна. Хотя бы какое-то время. По крайней мере, пока этим людям не наскучат ставить печки, и они не решат за них... А у меня другой вопрос. Хорошо. Они наставили кучу печек. Они же тоже, получается, бан получают. Ну, типа, они же в это время находятся в этом Чанке. И они тоже ждут, пока снесут их же печки. Типа, я не пойму логику. Они же тоже получают по факту бан. Или есть какая-то хитрость. Я не понимаю просто. Это не сау. Также будет интересно посмотреть, что же всё-таки Хаусмастер собирается делать с Чанкбанами в принципе. Но в любом случае, если вам понравилось сегодняшнее видео, то не забудьте поставить лайк и нажать на кнопку подписки, если вы ещё этого не сделали. Кстати, у меня также появилась группа в ВК, в которой будут перезаливы моих видео на всякий случай, а также новости канала. В общем, подписавшись на канал и на группу, вы точно не пропустите новый контент по 2B2T. Не забывайте подписываться на канал Сайфера. Ссылка на него есть в описании. Пишите ваши какие-то невероятные истории с Майнкрафтом. Можете не только про 2B2T. Но если вы играете на 2B2T, пишите оттуда истории. Потому что я пока что на 2B2T не играл, так как мне придётся там ждать очень долго, пока меня впустят. Поэтому мне пока лень таким заниматься. Может быть, когда-то в будущем. Вы пишите комментарии, ставьте лайки мне, ставьте лайки комментариям, ставьте лайки создателю этого видео. Опять же, ссылка на оригинал в описании. И подписывайтесь на YouTube впервые. Канал колечек нажимайте. Мне будет очень приятно. И вообще спасибо. Видео было довольно интересно. Я такому вообще даже не подозревал. Поэтому интересно, интересно. Всё, ребята, до скорых встреч. Всем удачки. Всем пока.